Дима, недавно у Головкина отменился бой с Альваресом из-за того, что тот попался на допинге. Что ты думаешь про всей этой ситуации? Нужно ли было этот вопрос решать именно так, чтобы бой был в итоге отменен? Ну, на мой взгляд, в принципе, ничего такого криминального Геннадий Головкин не сказал, потому что действительно любому боксеру, тем более на таком уровне, и в таком бою, когда на кону три титула чемпиона мира и первая строчка в рейтинге паунд фа паунта, никто не был бы доволен, если бы соперник провалил допинг-тест. И опять же, здесь слово принадлежало не Геннадию Головкину, а его команде, они не отказывались от боя, а слово принадлежало атлетической комиссии штата Невада, которая в итоге четко озвучила свою позицию, что можно, конечно, сочувствовать Альваресу, можно отчасти принять его объяснение, но этот поединок в указанной сроке не состоится. Когда он состоится? Может ли он пройти осенью? Какая дисквалификация будет наложена на Альвареса, если она будет наложена? Об этом мы узнаем уже несколько позже. Как насчет первого поединка, потом, как он прошел и во втором поединке состоится ли он? Трудно сказать, состоится или нет второй поединок, потому что, опять же, пока мы не знаем, какие санкции конкретно будут наложены на Сауля Альвареса. А что касается первого боя, на мой взгляд, в близком бою победил все же Геннадий Головкин, сомневаться в этом не приходится. У меня есть очень большие сомнения в победе Головкина над Дэниелом Джейкобсом, где, собственно, победу ему присудили. В бою с Альваресом вот у меня таких вопросов не возникло. То есть, действительно, Геннадий не сразу вошел в бой, не сразу он пошел под его диктовку, но если считать раунды, то его победа не вызывает сомнений. Вместо Кануэла он может встретиться с Осалеваном, Мартиросяном или Деревянченко. Какой-нибудь из этих поединков он будет конкурентным или интересным? Да, бой вполне с тем же Деревянченко может быть интересным, но вот только вчера через портал Boxing Scene прошла новость, что весь вечер и бой Геннадия Головкина 5 мая может быть отменен, потому что уже осталось до поединка меньше месяца, и до сих пор неизвестен его соперник. То есть, неизвестно ли, выйдет ли вообще Геннадий на ринг. Его тренер, Абель Санчес, в частности, сказал, что Геннадий Головкин точно не будет боксировать с левшой, так как он к этому не готовился. В тренировочном лагере у него были совсем другие спарринг-партнеры. Опять же, была информация, что соперником Геннадия может снова стать Дэниел Джейкобс, но это также было бы достаточно опрометчиво, без подготовки выходить на такого соперника, которому Геннадий едва не проиграл совсем недавно. Так что, опять же, нам здесь нужно только дождаться развития событий, но будем надеяться, что в любом случае Головкин все же выйдет на ринг, так как любой поединок с его участием – это событие. Ну, и если выбирать конкурентного соперника, самого достойного, кто это в этом вещи, если это не Канелло? Я полагаю, все же Дэниел Джейкобс, так как первый бой между Геннадием и Дэниелом, он вполне сам по себе заслуживал того, чтобы иметь после себя продолжение, то есть, чтобы Головкин предоставил американцу реванш. Редактор субтитров А.Семкин